Я помню момент, когда мы пришли в гости к одной из ведьм наших подруг. Это была Лена Гриневич. Ты помнишь это мероприятие, брат? Я ему говорил про ведьму. Условно, да, помню, конечно. Было весело, и мы тогда просто начали читать друг другу куплеты. И после этого заценились. Был хип-хоп, мы бухали жёстко. Да, был какой-то концерт, после этого было автопати, мы у ведьм. И много народу, много рэперов. Как обычно, ты знаешь, бывает набухались, накурились или ещё что-то. Всё как положено. И начали читать рэп. Если просто про знакомство, нет никакой романтической истории совершенно. Тупо туса, тупо много народу, много всего. Солю. Читаем рэп. Да, мы читали рэп друг другу, и на этом фоне, воу, нихуя себе. А ты кто, ты кто? Да, да, вот что-то там нормально. Достал рэп прежь. При том, при всём, что, например, я, ну, MC молодого услышал, так как я, ну, самый младший, наверное, в этом движении был. И услышал P13, например, вообще пиздец там, сколько у меня там было, лет 14, наверное, там, ну да, лет 14. Когда там, Леголайз, P13 и вот этого туса с кастой «Наши люди», да, по-моему? Ну, как-то там ориентировался, но я не ориентировался на молодого совершенно, потому что, ну, для меня это был какой-то там, на тот момент, чересчур выёбистый хип-хоп. Но потом я понял, что, ну, как бы, действительно, после уже узнавания друг друга, там, с молодым, ну, более ближе стали общаться. Это не «въебон». Мы поняли, что, да, я конкретно понял, что это не «въебон», это, ну, конкретно, это и есть хип-хоп. Это его, его видение мира, наверное, да? Это и есть его хип-хоп. Да, да, ну, как я и говорил, и буду говорить, пока, ну, человека, который пишет диссы, настолько сильно, настолько продуманно, в то же время по манере обезбашенно, бля, никто его не превзошёл ни секунды совершенно. И было, ну, как бы, потом просто пошли тусы. Тусы, тусы. Да, дружба, ну, это все, ну, как бы, штопор, помните, штопор, да? Штопор, да, там. Как вот это, ну, знакомство, оно вот переросло в какой-то коннект вообще? То есть это вот как вообще происходило, то есть, ну, на одной волне или, то есть… Ну, просто они доставили, начали читать трэп. Да, стали чаще просто видеться на каких-то больше тусах каких-то. На самом деле, на самом деле, произошёл такой, ну, как бы, серьёзный момент, что, ну, например, вот мы Digital Squad, да? Да, на тот момент нас было намного больше, и, ну, в проекте Crisis Records, ну, который потом нарисовался, да, как бы, в принципе, большая часть Digital Squad находилась там. Это MC Tato, да, это Resort, Я, Масты, Словончик принимал участие. Мы, ну, коннектились на тусах, общих, на общих тусах, помните, да, эти были вечеринки там в Yellow, ещё где-то в каких-то клубах. Общий движок. Зао Records. Много, много рэперов, много рэперов собиралось в одной, в одной точке, и, как бы, так, так и пошло. А, да, мы, наверное, сдружились больше на том формате, что мы ёбнутые. Хардкорщики. Да. И, как бы, молодой был на тот момент, как бы, уже был намного, ну, как бы, ну, выше уровнем, да, как ни крути. Что, как бы, его хип-хоп был, ну, больше дистрибьюирован, больше... Более узнаваем. Узнаваем, да, да, правильно говоришь, узнаваем. То, что мы, как бы, всё-таки underground были, и на этом фоне и сдружились. То, что и молодой, у молодого, блядь, все мысли были выебать, блядь, этот хип-хоп мир, выебать рэперков, и, как бы, но в то же время очень красиво и правильно. Разъебать. Разъебать, да. Да. Зайти и разъебать как-то. И на этом как-то мы, наверное, и сконнектились. Наши мысли сошлись. Да. Тогда тоже разъебать. Мы очень сильно просто, ну, опять же, наверное, мы плотно были... Если братье прямо по... По рэпу, да? Не, не по рэпу, подожди, по, как это сказать, хронологии, да, что мы познакомились в одно время, Оби-Ван, мы с молодым, и Оби-Ван это две, с молодым две, ну, реально, две родственных души на тот момент, пиздец. Они очень сильно сконнектились. Прям, ну, очень сильно невербальные, блядь, пошли мысли. А так как мы на тот момент хорошо сотрудничали с Supreme Player Connection, где находился Оби-Ван в то время, и как-то там общие тусы, и вот-вот-вот-вот, и там грубые, мы еще там ребята с каких-то там, ну, как бы на тот момент начинающих проектов каких-то даже, да. Ну, опять же... Собирались ты там, то тут, можно сказать. Грязь, опять же, блядь, совершенно разъебистый образ жизни, совершенно полная свобода творчества, мыслей, отношения к людям, притом, ну, как бы, фильтрация людей. Так и получилось, что, ну, как бы, мы, мы с ним провели последние два года его жизни, так скажем. Мы не были друзьями, там, не знаю, с его детства или там, совершенно, вот, да, мы, мы заставили тот период, я считаю, один из самых важных, один из самых важных периодов в его жизни, который мог перерасти в один из самых важных периодов в русском рэпе. И, к сожалению, его смертью, ну, блядь, это, ну, как бы, не произошло это, потому что было, блядь, подготовлено такой пиздец, такой пиздец был готов. И мы участвовали в этом. Само название, оно говорит о себе, оно говорит о себе, и, ну, прикинь... Это был 2008 год? 2008 год. Кризис, кризис в стране. Всепланетный кризис. Одиннадцать лет назад. Мировой кризис. Одиннадцать лет назад, вот, давай, вот, отмотаем. Мне двадцать лет, двадцать один, двадцать четыре, двадцать три, двадцать четыре, двадцать четыре. Ну, мы все молодые, как бы, да, и денег нет, блядь, доход, он очень сомнительный и маленький. Мы жили и стремились, наверное, даже, да, я могу сказать это, мы стремились к аутентичности. И что, блядь, в то время, когда кого-то кто-то приобнимает, в то время, когда кто-то кому-то там что-то подсовывает какие-то бонусы, мы стремились полностью к аутентичности. Что, Кризис Рекордс, это не то, что там, блядь, все хуёво. Хуёво может быть. Да, да, да. Отчего мы всегда говорили, все хуёво, хуёво ведь может быть. Кризис Рекордс, это хуёво и может быть. А может быть и лучше, блядь. Ну, мы так думали и не стремились, блядь, кому-то что-то там продаться, блядь, что-то продать там, и своего творчества, да, там. Как бы такое true было. А была какая-то программа или что-то вообще? Трус, да. Или это просто, вот типа объединение людей, вот мы типа так время проводим. Да, вот скорее вот так. Даже не, не то, что время проводим. Была некая программа как бы записи, вот именно материала, допустим, вот. То есть кто находится в данный момент. Это подполье, это подполье было. И самое, блядь, что ни на есть подполье, да, когда определённая каста, ну не каста, там определённая там… Плеяда людей там. Плеяда, сборище людей, так скажем, да. Которые не хотели там что-то… Притом, при всём, что и у кризиса. У нас в то время было концертов пиздец. Концерты были, люди собирались, блядь, хороший суппорт, ну пиздец. Очень круто всё. Да, мы заходили в концовке в составе 25 человек. Ну такой лайфстайл, да, то есть вроде бы туса есть, движ есть, там, а вот бюджетов же нет. Лавэ нет, да. Вот ты правильно. Получается… И все при том, что понимали это, понимаешь, что… Пересекался с ним несколько раз, да. Вот в нём вот какая-то энергия внутри, да. Да. И получается, что вот он как бы горел вот этим движем, музыкой, то есть вот она из него пёрнула, да. Слушай, ну если вот, знаешь, если говорить про коммерцию, например, Антоха мог жить бомжом, но вести себя как лакшери пиздец. Это, ну, аристократ, да, он аристократ в крови. Давай вот так, например, да, то, что он из очень хорошей семьи и у него, ну, как бы, кровь в нём, манеры, начитанность, воспитанность. Это не отнять, это не отнять у него. Вот это действительно очень воспитанный, манерный, умный, начитанный пацан. Даже в самом говне с отверткой в руках, блядь, готовый на всё, это действительно очень умный и интеллигентный пацан был. Как бы, но, да, но нас сблизило то, что мы давали большие концерты, много концертов, нихуя из этого не получали. А смысл тогда, то есть просто рэп, кип-поп, конечно, смысл-то было. Братан, смотри, смысл Digital Squad вообще, как он вообще зарождался и как так получилось, что, ну, мы, ну, так скажем, с детства вместе, и у нас были такие, как бы, вводные, собрались, пам-пам, и в шесть, пять, семь часов рэп, хип-хоп, рэп, рэп, читать, читать, читать. У нас был клан очень большой, там, у нас основа была семь человек, ещё там много людей вокруг, и мы устраивали батлы между собой, мы собирались и читали рэп, там, с, блядь, полуфиналом, с финалом, как бы, понимаешь, как бы. Это просто падики. Это тренировка, подъезды, мы помним эти подъезды, когда читали рэп, просто, там, немножко, чуть-чуть, там, чего-то, там, покурили, и читаем рэп. Мы, ну, как бы, не стесняемся это говорить, что, ну, так это, так и было. И нас никто не мог убрать, понимаешь, на любой тусе, куда заходим, у нас всегда есть ход, у нас есть всегда ход, там, в виде, там, славончика, он, 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 он позитив закинет. Есть Ризоо, который закинет, там, в свою мульку, там, все ниггеров схонят. Есть Я, который придёт, там, кинет немножко пожёстче, что, там, люди, блядь, ушами. Есть Масты, который может читануть и, блядь, ещё брейка, гелика, иди сюда, мы тебя вывезем, понимаешь. И в этом хип-хоп был, и был Рамиль, как бы, да, Ра, у нас это философ, который такой хип-хоп делал, что ты не понимаешь вообще, что происходит, но он тебя завязал. Ну, мысли гениальны. Ты лах, мысли гениальны. Настолько, что гениальны, понимаешь. Там ещё Тато, ещё были ребята, и... Тато припевая, распевая. Да. Татоха до сих пор мы с ним в очень хороших, как бы, и Тато тоже участник Кризис Рекордс. Да, кстати, да. Как вот это вот само вот скомпоновалось вообще? Ну, то есть это просто на тусах решили объединиться? То есть кто-то же эту идею какую-то вообще... Да, это даже не на тусах. Так и получилось, в принципе. Подожди, это автопати. Вот так нажим. Можно сказать. Да. Это пати длинной вальбом. Да. Как мы висели Digital Squad, выступали, да, вместе с Supreme Play Us, да, как бы, и туда потом уже подтягивались вместе. А после этих вечеринок мы ехали на какие-то определенные места, да, где все вместе мы были. И на этих же вот, в этих же местах рождалось какой-то канал, который основоположником был вот этих всех... Ну, а я хуй снимать и тус, и все это ерунда, на самом деле. Как бы это, да, это так и было. Но основоположниками, как бы, никто, я думаю, здесь не будет против этого. Основоположники это Obi-Wan и молодой. Это пиздец. Это вот, ну, реально, это как... Ну, вокруг них, получается, что-то такое выросло? Да. Да. Они законнектились. Это, знаешь, это идея мейкер, короче. Вот они, ну, как бы... То есть, получается, оттуда пошел коннект, и мы вместе друг другу подезжали. А это все было в какой-то квартире, правильно? Студия? Да. Это было на квартире у молодого. Мы читали в микрофон, на который записывался альбом P13. И, грубо говоря, то есть, мы читали в него просто так вот, не их стоял на стойке. Ну, какой-то охуенный микрофон был. Я вот не помню, что там микрофон был. И он его вырвал, короче, откуда-то вот... Это наследие P13. Тогда записывались все альбомы P13. Тот самый, блядь, альбом, который сделал P13 охуенными. Ну, это так, ну, этот микрофон был в квартире. Да, никакой, блядь, глушилок ничего. Вот так же, как сейчас мы сидим, так же вот стоял микрофон. Пару колонок конченых. Вот, много пива. И микс-тайповые биты. Много пивеней, как бы, и все, и хуярил. Микс-тайповые биты, и мы все, вот. И фишка была заключалась в том, что, типа, кто в этот день находится здесь, пишет куплеты. Ну, кто читает рэп. Да, сегодня читает рэп, допустим, да, то есть, вот. А другие люди, которые хотели уже записать, ну, то есть, и не были в этот день. Кстати, да, не было фишки вписаться. Вписаться не было. Писаться не было. Есть сегодня, допустим, такая толпа, там, четверо человек, там, допустим, грубый, там, обид, там, допустим, там, кто, там, да, там, молодой, там, да, вот, вот, вот. Они пишут совместку, короче, если тебя не было, братан, извини, ты, короче, давай новый трек писать. Залетает другой состав, и вот пишется, ну, как бы там, ну, состав был, сколько там, ну, человек семь, да, вот здесь летают. Грубый, оби-ван, молодой, ты, я, масты, Томик, ты писал со сна. Не-не-не, Дуни не было. Вот, ну, 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 сколько, бля, семь, восемь человек. Вот. Словон, тогда я помню, что-то я не, ну, что-то я думаю, не буду писать, я тем более спортсмен. Ну, да, Словончик, ну, как бы, мы, мы о грязи писали, бля, с Владом-то были вместе, получается. Наркотики, бля, эти, алкоголь. Да, это все мы вообще ремняем было далеко. А Словончик в тот момент был женат, по-моему, да. Да, ну, женат, это не значит, типа, не делать. Что кризис меня не коснулся, да? Нет, нет, на самом деле, просто, ну, Словон, у Словона трезвенек, убийца, спортсмен, поэтому, ну, как бы, Тот образ жизни, который мы вели на тот момент, совершенно никак не прикасался к словам. Это тоже, наверное, был один из параметров того, кто находится в кризис-рек. Ну да, то есть все были объединены. Максимально на зле, максимально на кошмарах, блядь. Все что-то переживали такое, блядь, херовое, блядь. Но в то же время его, блядь, ловили пози... ну, пиздец, бодрились от этого. Было здорово, блядь. Хорошо, а есть какие-то... Это был некий свет, короче. Можете ли вы выделить что-то? То есть какой-то... Какой-то трек? Хихит условный. Или просто под настроением? Знаешь, на самом деле, очень... Ну, например, вот я могу за себя ответить, да? С молодым у меня больше выделилось истории, из которых потом выливались треки. Но больше... Это реально, которые вы пережили или как? Реально, которые он пережил, которые, там, мы пережили. Из этого треки они появляются. Знаешь, как? Общаешься, что-то там, улыбаешься, хихикаешь, вот тебе трек. Грустишь, блядь, не хихикаешь, вот тебе трек. Понимаешь, как бы, и там... Как-то, блядь, делились опытом, наверное, что-то там... Малой был злой, блядь. Как бы злой в настрое, понимаешь. Мы были злые по жизни, как бы. Но в этом всей возне, когда мы находились рядом, мы как-то что-то тёплое ловили, что-то такое доброе, да, по-моему? Да. Это другими впечатлениями. Как-то, да, вот знаешь, когда ты, блядь, толпу маньяков в одну, там, клетку закидываешь, и они начинают что-то там понимать, что-то там психологическое выяснять вообще для других людей. И писались эти песни. Писались песни грязные, писались песни, блядь, по формату, не формат, как бы, да. Но в то же время их можно было слушать и понимать, что... Что происходит. Что, как бы, да, это... Такое есть, такое... Ты, ублюдок, не один такой, нихуя, вот Кризис Рекорд с тобой, как бы, ну, такая охуя. Как бы, и молодой, как жил, так и прожил, так и закончил, как хотел. Блядь, я все-таки дополню, как-то, блядь, сейчас я вспомнил вот именно трек, вот, сварив мне пельмени, да? Да. Пельмени, блядь, это пиздец, мы жрали только пельмени. Только пельмени. Понимаете, блядь, жрали пельмени. Не, не только пельмени, блядь. Пилипи, пилипи. Мне очень нравилось, когда, короче, молодой делал рис, короче, братан. Ну, это, это другое. Рис или гречка, там, знаешь, там, с соусом где-нибудь. Можно скупустаясь, да, с пельмени. Сварив мне пельмени, у нас в Тусе была одна девочка, не будем имя, фамилия, ничего вообще не будем про эту девочку говорить в подробностях, но была одна девочка. И вот, когда там сидим, блядь, оболон, пиво, там, пьем, курим, что-то там. У пацанов уже руки не поднимаются. Да, и пару пачек... Поставить кастрюлю воды. Пару пачек пельменей, там, типа, блядь, свари пельмени, пожалуйста. И все, девочка идет варить, и у нас там, блядь, не знаю, там, ведро, блядь, пельмени, мы все там херачим. Из этого вот срослась песня «Сварив мне пельмени», это достаточно лирическая, достаточно очень спокойная, очень, ну, очень, ну, очень лайтовая песня, причем, под которую... Да, в некий момент, когда был взятый пельмени... Под которую ты можешь, понимаешь, мы говорили «Сварив мне пельмени» в то время, когда, блядь, мы так проявляли теплые чувства к женскому полу. Понимаешь, как бы, о чем речь? То есть, основанное на реальных событиях. Да, что там, малышка, не то, что там, малышка, вот тебе цветы, нахуй, мы тебя любим, там, нет, Упсик, свари нам пельмени, она варит, приносит, и, блядь, малыш, ты вышка, блядь, и это не шлюха, там, круговая, или что-то, просто, блядь, малышка, ты вышка пей, мы едим, блядь, мы пьем пиво, там, да, мы счастливы, там, да, и мы этому посвятили песню «Сварив мне пельмени», там, да. Есть песни «Не пизди, Вася», например. Продолжаем. Вот это к тому, что, типа, возвращаясь к вопросу, то есть, ну, именно, после этого трека, конкретно у меня какой-то был разговор с молодым на кухне, у него же там, я даже не вспомню, не буду даваться подробностей, ни в коем случае, просто это был... Кухня – это отдельный батальон. Да, именно, да, вот мы там сели с ним друг напротив друга, вот глаза в глаза, мы часа, наверное, полтора, там, вот сидели, разговаривали обо всем, а в жизни какой-то, вот мы с ним вот открылись тогда друг перед другом, я увидел его с другой стороны вообще, насколько человече, насколько прямой, да, настоящий этот человек был, несмотря ни на все, там, что о нем знают или, там, говорят. Короче, в то время, когда с ним никто не хотел говорить, блядь, мы с ним пообщались, но, к сожалению, мы понимали этого человека, блядь, просто вот костями и пиздец. И вот, к сожалению, да, как бы я там через, буквально, там, в короткий срок времени ухожу в армию, то есть я держал этот разговор в голове, мне хотелось его продолжить с ним, но я ушел в армию, и вот там буквально через некоторое время я узнаю, что там происшествие такое случилось, я уже был далеко отсюда. А вот на него вот доврела, то есть и семья, которая находится в Праге, и личная жизнь в Москве, то есть вот это вот все как-то у него перемешалось, то есть такое, и все происходящее, это чувствовалось. Ты че, конечно, нахуясь. Чувствовалось вообще капецко. У тебя, ну, как бы, ну, и люди твои рядом знают, что там вокруг, внутри, околосемейная движуха такая достаточно натянутая была, вот, и он туда все свое добро отдавал, оно все хранилось здесь, внутри, понимаешь, ну, внутри него. Но свое мнение обо всем об этом он выдавал в творчестве и выдавал в темном, в темных оттенках. Пиздец. Он, ну, как бы, о добре, о том добре, которое находилось в нем, и о тех эмоциях, о том, ну, высшем, что было в нем, он не говорил никогда. Да, потому что он это скрывал, это был его личный конфликт, так скажем, и он это прикрывал тем хип-хопом, тем рэпом, теми строчками, что он делал совершенно в других тонах. Понимаешь, о чем я? Ты бишь, как бы, ты чувствуешь добро, но ты не скажешь об этом, ты будешь злой, ну, ты... Ты будешь злой вместе с ним, и чувствовать его добро. Тебя поймут только злые люди, ну, на тот момент мы были, ну, как бы, злыми людьми, там, не знаю, ну, как бы, не то, что мы делали зло, а зло, как это... Я не злой, я там, я агрессивно направлен, да. То есть негатив прям? Да, конечно. В основном? Конечно, конечно, негатив. Но это не было там, блядь, знаешь, что... Лайфстайл, да. Обязательно это все пересекало. Я просто хочу сказать о том, что добро, добро, так же, как вот там и в нашей команде, может, это тоже одно из скреплений, которое произошло, что добро, это сугубо личная ситуация, сугубо внутри круга, как бы, да, мы только наши близкие, и мы друг друга знали, какие мы добрые, адекватные, позитивные. Но мы никогда это на свет не показывали, так же, как и молодой, а на свет выходили окровавленные кулаки, так скажем. В основном на сцене. На сцене, там, в жизни тоже что-то происходило, понимаешь. Молодой, например, там, последний его период жизни, который мы застали, он жестко себя вел, и как бы вот это вот зло, когда он выходил вне круга, вне своего круга, он его проявлял. Понимаешь, там могли быть драки, блядь, он мог выйти, там, не знаю, против, блядь, вагона, вагона, трамвайного вагона, понимаешь, и там, блядь. Начинает кондуктор, начинает там ебашиться просто жестко. Чурок, которые докапывались, там, он, блядь, брал нож, ну не нож, а отвертку, и мог ехать куда-то, вернуться с этой отверткой, блядь. И, 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 брат, весь делает, все, брат, весь делает, это выступление приехать с отверткой. Да, понимаешь, это проездной билет, да, помнишь, ну просто проездной, а при, притом, при всем, что, ну не было там задачи, блядь, убить или что-то, просто он приезжал, достал отвертку, говорит, братан. Надо было добраться с ухладом. Братан, ход такой, что, ну вот, вот, вот так, понимаете, блядь. Я тоже флеера развозил, блядь, с нулем в кармане, по всей Москве и было. Закончик пока прерве. Мне вспоминается, в общем плане, каждое вот наше с ним появление на сцене, да, вот, когда вот, либо просто это был супер-фурор, и малой выходил с нами, да, вот, либо мы, когда уже от Кризис Рекордс выходили, это тоже было что-то вообще невероятное, пацаны были вот на Павелецкой, когда это вообще, я, я там, к сожалению, не был, но история об этом, это что-то вообще невероятное, как бы, просто музыкальный, да, как бы. Я помню, я помню. Культурный центр взрывается рэперами просто. Я помню на тот момент, когда мы были в Доме Музыки, да. Дом Музыки, вот, на Павелее. Это было мощное. Кстати, вот по поводу, подожди, перебью тебе немножко, ты говорил по поводу монетизации музыки, да, мы, кстати, вот в этом Доме Музыки собрались по такому брифингу, я так понял, да, короче, что, типа, ребята, сейчас будет такая движуха, в интернете появится такая тема, что, типа, да, новая соцсеть, куда вы можете продавать свою музыку, типа, из разряда там, либо выкладывать свою музыку и получать за это деньги, потому что это будет скачиваться платно там, то есть, воу. И мы, короче, выступили на сцене, я помню, короче, мы выступили, ну, выступаем в процессе выступления, короче, что-то молодой такой, и начинают со мной бороться, мы боремся на сцене, короче, фишка была в том, что мы боролись. Нет, нет, стой, дай-ка я расскажу. Помнишь эту фишку? Бля, это был пиздец. На самом деле прикол. Давайте так поставим точки на ды, бля. То есть там все в рэпсайле. Дом Музыки, Дом Музыки, презентуется новое. Социальная сеть для музыкантов называется Crazy Frog. Crazy Frog. Я не знаю, вставишь или вставишь, короче. С фрогом, короче, связано. Типа, да, Crazy Frog, ну, мы еще... Она настолько успешна, что я про нее даже не слышал. Остановка, бля. Действительно, но туда было миллионы бахано, бля. Бро, бро, тусовка на миллион четыреста евро, бля. Что-то там, как будто... Бля, тусовка на такие бабки, что пиздец. Понял? То есть наша гримерка, это был полный пиздец. У нас у каждого этажи, короче, бля. Кто там был? Мы были. Кризис Рекорд. Да. Рыночные отношения. Гуф. Цао был вообще. Цао, Смо Кимо. Смо Кимо был, да. Шеф тоже был вроде там. Да. Ну, короче, вся бригада, вот, Дом музыки. Небелась тогда был еще? Прикинь, Дом музыки, бля, денег. Я ебал. У нас у каждого, бля, свой проводник. Куда нам, бля, пойти, куну, травки, вот, да, там. Чтоб мы не заблудились в этом, бля. Фэшн, маффака. Сцена, пиздец, там, ебануться. Звук охуенный. Мы, мы, мы... Подожди, подожди, не кричи. Мы залетаем туда, нахуй. Бухаем, там, шмагуагуэй, там, полный пиздец. И реально залетаем на сцену, начинаем раскуяривать. А сцена, понял, вот сцена, и вот он, блядь. Подъем. Подъем, да. Это вот, Дом музыки, блядь. И там сидят какие-то, там, умные люди, бля, обычные. И рыберы. И рыберы, да. Все в перемешке. Животных своры просто. И мы начинаем, мы начинаем ебашить, как бы, ну, в своем стиле, как бы, там, перекрываемся. Эти начинают, блядь, бодаться, как, блядь, вслепнот, знаешь, вот, там, клоун, блядь. И диджеи. Они начинают хуярить. Борьба у нас началась, короче, блядь. Ну, потому что такое обезбрашенство, то, что, ну, так, ну, у нас была мысль, была мысль, что вот мы пришли на дорогое пати, блядь, типа, цивил пати, там, вот эта, бабочка, вся хуйня. И что делать, блядь, быть, ну, как бы, типа, цивильным? Да ну нахуй, давайте въебем кризис, пацаны. Раз именно, да, кризис. Все. Зашли, въебали кризис. Я настолько, я настолько думал, что у нас реальная борьба идет с ним, типа, чувак, он хочется наборить. Блядь, ты чё, братан, ты успокойся. А нихуярец. Он, короче, борется со мной, короче, ну нахуй, ты чё делаешь, братан. И он такой, под конечностью, ну, когда же вся фигня закончилась, ты чё, не помнишь, что это было? Ой, я говорю, да ну на. Я говорю, а я борюсь-то, реально, короче, так состоял. Молодой, подчеркну, молодой, блядь, он умел драться, пиздец. Он очень сильно заряженный спортивный человек. У него отец, по-моему, чемпион Европы, чемпион Европы среди ветеранов, да, это как-то, не знаю, как это называется. Но он, короче, типа, взрослый старый дядька, блядь, он чемпион Европы. И молодой был очень сильно прокачан в восточных единоборствах. Хуенно прокачан. И вот они там столкнулись, я не понял, что тот угорал, короче. Ну, было это прикольно, что читают рэп там. Там возня, короче. Человек 6-7 на сцене, понимаешь, большая сцена, хуярим, впереди там какие-то люди, типа, полу, блядь, полу нормальные. Полуважные. Полуважные, да. И там какая-то возня, читается, ну, было очень круто. Это был задел на дальнейшем. И мы тогда очень круто, кстати, прикольно. Вот, ну, немножко отойдем от темы, вот, рыночные отношения, да. Мы вот с тобой сегодня про их альбом вспомнили. Мы с ними очень много концертов дали с рынком, с черной экономикой. Там еще, блядь, на каких-то... Underwater. Вот, да. Мы с Дуней до сих пор в хороших, как бы... Дружжем. Пересекаясь мы дружжем. Да. И были, ну, очень много концертов, где мы, блядь, ну, как бы в одной каше взрывали. Тут мы на пафосной сцене, типа, блядь, до хера бабла, до хера... Ну, как бы очень... Ну, мы не привыкшие были к этой истории, как и все остальные рэперы. Ну, кроме Алешки, блядь, к тому, что происходит. И дали такой пиздец нормальный вообще от души. Ну, как бы там люди, они, ну, организаторы и совладельцы всей этой хуйни в России. Как они сказали, мы запускаем это в Европе, там, потом это на мир. И мы очень большую ставку делаем на Россию. Поэтому, как бы, ну, поставили такую ставку, что ты о ней не знаешь. Ну, тусовка, как нам сказали, в 2009 год, то миллион четыреста евро, блядь, на эту тусу выкинули, блядь. Ну, организатор, ну, так как... В апреле было круто. Ну, шутер спереди, молодцы. Ну, так, феноливая на рэпом. Ну, я говорю, я задел был для того, чтобы потом... А ты, подожди, подожди, повтори вопрос. Что у нас... Мы сейчас как бы пытаемся вырвать вообще какие-то воспоминания. И вот с участием молодого. Мне кажется, эти вот какие-то эпизоды. Мне кажется, вот эти эпизоды... Одни из самых сильных эпизодов для... Попробуй строиться. Подожди, подожди, брат, я сейчас скажу, ты скажешь. Ну, вот для меня лично, то, что я слышу, то, что я знаю и наблюдал, что самые основные эпизоды с молодым, они... Они выливались в искусство, выливались в песни, но не были основополагающие. Основная эмоциональность и любовь и близость какая-то, ну, вот, блядь, знаешь... Она была из разговоров, когда там... Ну, было интересно. Ну, лично я могу свой сказать, мне было интересно, почему там такой человек, как он, реагирует так или иначе. И его ответы на мои вопросы, они меня заставляли думать, думать, разрешать и запрещать, и как-то, блядь, принимать ходы. Как-то, мне кажется, знаешь как, из того, что я слышал, из его страданий, которые я слышал, в хорошем плане, да, как бы, из его страданий, он очень много, например, предостерег меня в чем-то. Ну, вот, лично я от себя говорю, да, сколько мы с ним разговаривали, там. Хотя у нас были приколы, когда, там, блядь, мы, там, с ножами, блядь, бегали по хате, там. Либо, наоборот, там, слишком, блядь, в расслабленном состоянии кайфовали. Это очень добрый, ну, очень, блядь, такой секретный человек, что можно пободаться, поорать, и в то же время ты что-то, ну, для себя оставляешь. Получаешь, да. Да, так как я был, ну, младше его, достаточно нормально, там, сколько, на 6 лет, на 7, 6-7, 6-7 лет, не помню. Я от такого, от этого человека, я в то время еще даже не понимал об этом, о чем я сейчас скажу, что я много для себя приобретал, приобретал, что, ну, как бы, вот, у тебя есть пример, не делай так. Не делай так. Не делай так. Понимаешь? Потому что, потому что примеры были настолько, ну, как бы, сильные, блядь, что там, в хорошем, в добром плане. Не делай так. Так же, как, а сделай вот так, бро. Вот, на самом деле, подумай трижды и сделай вот так, нахуй. И ты такой, окей, там, ты не делаешь это, но сейчас ты анализируешь, ну, как бы, потом ты анализируешь и делаешь это. Это охуенно, это очень, ну, как бы, близость у рэперов с молодым не из-за хип-хоп была. Не из-за хип-хопа, наверное, ну, это не основа была хип-хоп. Основа была это как раз по сиделке, за столом, не знаю, блядь, на студии. Делёшь, мнёшь, трёшь. Какой-то мнёшь, трёшь, да. Вот в этом было. Коротко и ясно. Потом это всё, там, в какие-то, там, более, там, заинтригованные, там, движения происходили. Ну, как-то, ну, блядь, это хип-хоп, понимаешь? Всё как есть. Хорошо. Мы познали его больше в жизни, нежели как, блядь, творческую единицу. Да. Хотя с творческой единицей мы столкнулись на сто процентов, на мой взгляд, в то время. И это было не так важно, как же. Потому что Антоха был, блядь, на сто процентов в творчестве в то время. Ну, пиздец, это что-то необъяснимое. Да. Ну, он в общих чертах уже, ну, ну, делился, да, то есть, это было понятно. Ну, держал всё-таки, ну, как бы этим не фонтанировал. Он, знаешь, как, он делился выводами. Ну, как бы, как и нормальные люди, да, они делятся выводами, ну, как мудрые люди. Он делился выводами, но не делился зачатками. То, что вот его ранило, а ранят всегда зачатки проблемы, понимаешь, да. Он не говорил об этом, как нормальный мужик, мужчина, он держал это внутри. Но выводов было очень много, которые помогали, мне кажется, знаешь, как это? Как психолог, он никогда не поможет сам себе, поможет, блядь, другим, но себе нет. Так же и он. Он много отдавал в хип-хоп, помогал людям, а себе нихуя, ну, не оставлял. Вот так как-то, ну, просто не оставил, и всё. И поэтому и многие люди, там, из близкого окружения, там, так скажем, они не поняли его, потому что, ну, он не так дословно всё им говорил. Были же проблемы у него, там, блядь, ну, в конце же, там. Нет, кризис охуенно было. Все, что происходило в жизни. В кризисе охуенно было одно, что, блядь, одна эмоция была. Во, я об этом и говорю, что нас объединяло что-то, у каждого, что... Делай, 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 но в любом случае тебе пизда. Да. Либо, либо сделаешь, либо вообще... Капец. Ну, имеется в виду, что вот некие вот эти его переживания и проблемы, он, ну, как бы, не просил никого их как-то решить. Нет, никогда. Где было такого? Бери телефон самому. Мы говорим, может быть, что-то вот поверхностно делился, мы понимали, что есть какая-то штука. Он, он делился именно, потому что он тоже понимал, что у нас есть какие-то вещи, какие-то там, да, за собой. Наоборот, никогда не просил помощи, блядь. Помощи никогда не просил. Всегда люди, которые как-то, блядь, более, ну, как бы, открыто проявляли помощь, они воспринимались молодым негативно. Он не хотел, чтобы ему никто не помогал, ну, он против был того, чтобы его жалели, блядь, или что-то в этом роде. Что-то, вот да, вот такое, да. Где-то он был человек-протест. Протест, как-нибудь. В какой-то момент я видел его, что-то встрел был протест. Протест, это нет, это дисс, это, блядь, жёсткий дисс, это не просто протест. Да, очень ясная, яркая позиция. И бить, блядь, ебалом о пол, блядь, всех этих нахуй тварей, которые, блядь, ему, ну... Очень ясная позиция, всегда у молодого была совершенно ясная позиция. Я помню, я наблюдал его именно таким, ясная позиция, именно совершенно иной взгляд. И я, ну, то есть, прям... Даже в неясном сознании, да, у этого чувака была ясная позиция, вот так вот, можно сказать. Да. И за ней можно было прям... А многие, а многие поняли, они отталкивали нахуй его, вот, тупо, блядь, из-за того, что неясное сознание его, и не хотели слышать его позицию. Вот так оно было, блядь. Ну, вот, ну, это тоже мое наблюдение. Было же, было, блядь. Да, 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 можно так сказать. А, Антоха, блядь, дико... И он этим тоже делился. Погоди, а Антоха, Антоха, он дико парился за эту хуйню, понял? Он дико парился, блядь, что там у него был такой, блядь, как тетрадка, да, где текста вся хуйня, а там же еще был такой лист, блядь, долгов. И он там называет имена, там, блядь, кому он что должен, он дико парился, блядь, а эти имена-то, блядь, ну, братья там, ну, очень близкие люди, не буду их называть. Близкие люди, он за них пизда, как парился. А эти люди, вот, ну, как бы, в моменте, блядь, сказали, что, ну, и, как бы, блядь, твои проблемы, Вась, нахуй, торч. Вот так, и, ну, блядь, может быть, в моменте он и смирился с этим. Там, ну, в основе своей, блядь, душа кричала, не, нихуя, не торч, блядь, идите нахуй. И, блядь, и он конкретно объяснял, кого он посылал, блядь, как он объяснял. Когда он кого-то посылал, нахуй. Они шли. Он мог это объяснить от души четко. Когда МС молодой говорит, иди нахуй, он, блядь, нихуя, блядь. Не врет. Не врет. За этим иди нахуй, большой пласт, блядь, событий, которые прилетит в голову, как бетонная плита. Это, это факт. Как бы так. Если кто-то в эту бетонную плиту, блядь, встречает башкой, базарную. Например, ну, как там, были МС, которые встречали башкой, и потом они, блядь, руки жали. Кстати, эти МС уже оба там, наверху. Но в основе своей, блядь, он пробивал людей, просто крошил, пиздец. Блядь, это лучший дизреспектор, блядь, в России. Пока в России такого нет, пьем за Антона пьем. Было ли это целенаправленное какое-то движение? Или же какое-то стечение обстоятельств, которое вот само просто сложилось? Вот смотри, бро. Как минимум, могу сказать сразу, это стечение обстоятельств, которые в основе своей, насколько я понимаю, все-таки, все-таки подвел Антон. Понимаешь? Да, умерла его любовь. Он приехал к нам, у нас концерт в этот день. Да. Большой концерт, какой-то там, замес, пиздец, все в порядке, приезжает Антон. И говорит, блядь, такая возня, короче, вот умерла, она умерла, короче. Мы там все, ну, я лично, блядь, там, охуел, ну, просто у меня там чуть ли не истерика случилась, ну, пиздец. У нас у всех произошло единение, объединение, ну, единение, тот, кто был рядом с ним, чтобы... Одна мысль, знаешь, одна мысль, и фразы, и она, блядь, чувак, не иди за ней. И он такой, он был опустошенный, но был не то, что там, блядь, он был опустошенный. Но у него какая-то, знаешь, мысль появилась... Ну, не безысходная, да. Мысль появилась такая, какая-то, наверное, идея, как раз, и, опять же, она выливалась в альбом Кризис Рекордс. Что, не, нихуя, я ее взорву, я, блядь, разорву, я поломаю нахуй все это вокруг, блядь. Кризис Рекордс держал еще, да. Но... Но... Человек такой секреции, как он, блядь, вот это вот душевное, что в нем очень, очень пиздец много души было. Ну, это не могло не оставить след на нем, на нас всех, как его понимаешь, то, что, ну, после ее смерти, как его очень много, ну, как бы, разговоров было о ней, кто она, кто такой АМС молодой, кто такой Антоха. Он очень много через нее рассказывал о себе, понимаешь? Да, да, да. Он, ну, винил себя в ее смерти, как бы, потому что он провел с ней яркие времена жизни, и, как бы, там, не будем вдаваться в подробности. А как вот у него произошло вот это, Тони Пи, вообще, вот это вот в этот момент? Тони Пи, нет. Тони Пи появился раньше. Тони Пи это раньше, да. Тони Пи это пиздец. До кризиса, да? Тони Пи это... Это у альтер-рэга какой-то? Да. Да, да, конечно. Создался Тони Пи. Тони Пи, кстати, и делал кризис рэгов. Бля, охуенно ты вспомнил. Тони Пи. Это самая, блядь, самая, блядь, острая... Жаркая. Острая пища, блядь, которую можно было подать на стол в мире, блядь. Это факт. Тони Пи. Тони Пи Перони, блядь. Тони Пи. Ты, по-моему, КДС по 13 или что-то? Да нет, это, ну, у него много было альтер-рэга, у него очень много было. И Тони Пи это то, что прозвучало, понимаешь, как бы там прозвучало. А у него до хера было, ну, как бы, эки эй, которым он хотел кусать людей, блядь. И, ну, знаешь, как этой серии, когда раздвоение личности, там, троение, рассмирение личности. Ну, вот у молодого было что-то в этом роде, когда у него было очень много людей. Ну, не людей, а личностей, о которых мы сегодня и сейчас как раз и говорили. Добрые, душевные, злые, язвенные, там, забавные, блядь, нихуя не забавные, пугающие, успокаивающие, понимаешь. Ну, как бы он такой, ну, товарищ был, певиар. Мне кажется, кстати, наверное, они не договорились, блядь, в моменте. Ну, многим людям, мне кажется, рассказали в тот момент, что-то очень хорошее довели до людей. Кто-то, Тони Пи, Тони Пи, это тот, кто диссел, блядь. Это тот, кто не стеснялся, можно так сказать, вообще нихуя не стеснялся просто. Тот, кто хотел выйти на Васю, блядь. И мы его поддержали, потому что мы были примерно такие же, что мы ни хрена не стеснялись. А углы на съемках, игра, реальную жизнь? Да, конечно. Они есть в клипе. Мы есть в клипе, конечно. А я в армии был. Блядь, жестко было. Блядь, этот клип... Там же много людей, то есть, вот это вот, как бы, вот, какие-то воспоминания по съемке о клипе. Холодно, блядь. Все охуяреные, блядь, бухие пиздец. Когда, когда снимался... Сапоги-портенки. Когда мне... Мои воспоминания по клипу. Не, ну он в армии был. Просто, бро, когда снимался молодой, блядь, это было холодно. И он подбирал локации максимально мерзкие, блядь, тихо, ой, пиздец. И, ну, в его... На кадре Тони Пи... А, не, наверное, он со Смоки тоже, да, снимался? Там... И там все эти ребята. Но когда были отдельные кадры, это тупо только... Кризис Райкардс приехал, да. Был холодно, было, блядь. Это было, как это, набережная. Пили, блядь, много тканьяка. Такое утро, помню, насколько я даже не присутствовал. Не утро, а вечер, короче, блядь. Не помню, холодно было, блядь. Не стало приятно. Там где-то, Октябрьская... Ну, не кинотеатра, это как называется. Завод Октябрь, Красного Октября. Вот там остров. Может быть, да, на этом острове было. Мы как раз зашли, просто вот так вот, по прямой пошли туда и вот там вот и снимали, короче. Были в этом клипе, да. Блядь, каждый раз, когда я вижу этот клип, мне тяжело это своё. Ну, по сути, это как бы... Посмертный-то его клип не вышел ни хуя, понял? Мы его снимали как раз, там, не знаю, за... За сколько, за месяц, да, наверное? Это как раз где-то узнал, куда я еду. Мезо, или он вышел, нет? Я не помню. Когда он Чертанова, Мезоморта, там до хуя людей. Ну, это... Не тогда, когда он... Когда он обгорелый был. Ладно, давай тогда финализирую. А может быть, ну, что-то просто хочется сказать, я не знаю, там... Всё, что вот было, вот, опять же, для меня лично тоже, вот это время последнее, так сказать... Для меня оно светлое, потому что его общение какое-то... Несмотря на его переживания, на наши переживания, на вообще кризис, кризис-рекордс, да, как бы... Просто вообще это... Общение с ним, знакомство моё с ним, оно просто вот оставило какие-то такие... Научило. Более... Скорее светлые какие-то впечатления, эмоции, чем что-то такое негативное. И, как Лего говорил уже, оно очень много принесло именно и в творчество, и вообще... Знаешь, на самом деле, помнишь, я тебе говорил, бля, позитив с молодым... Он всегда... Хардкорный. Он всегда хардкорный. Он всегда хардкорный. Он всегда хардкорный. Несмотря на это. Он всегда ассоциируется с негативом. И... То, что там он для людей принёс... Это всё окей, это всё будет с людьми, с нами. Осталось, да. Но, знаешь, вот на самом деле... Мы стоим... Его гроб, короче, бля, в крематории, понял? Бля, половина хип-хопа стоит вокруг этого гроба, бля, русского, нахуй. Нам говорят, бля, всё, прощайтесь с ним, нахуй. Ну, всё, сейчас сожгут, бля, мы плачем, бля, как это, бля... Порвало пиздец. Знаешь, и я в тот день... И по сей... По сей день, сколько уже, десять лет провалилось. Могу сказать одно. Всё-таки молодой. Очень много принёс людям. Сказал людям. Но больше он этого... Больше он не сказал. Больше он не успел. Некоторые вещи, можно сказать, спорочил в своих тропах. Спорочил, само собой. Но то, что он мог показать, рассказать, объяснить людям, он просто не успел. Поэтому я могу сказать, что мир... Ну, давай даже так, сузим его. Мир русского хип-хопа, он больше потерял. Ну, бля, он дико потерял. Синя, абсолютно. Он дико потерял с молодым, нежели чем тот большой... Большой опыт, большой... Большой груз, который он принёс в хип-хоп. Как бы, понимаешь... Если бы молодой был бы жив... Все эти залупы, которые происходят сейчас в русском рэпер... В русском, блядь... В русском вообще шоу-бизнесе, его бы не было. Блядь, я на этом стою, пиздец. Что если бы был бы жив Грюндик, жив молодой... И другие рэперы немного себя бы лучше вели... Блядь, остались бы живы. Ну, это был бы пиздец. Но вот, к сожалению, лучше уходят первыми. Поэтому, ну, как бы... Я могу сказать, это лица Digital Square от MC молодой. Царствие Те Небесное. Пусть земля тебя будет пухом. Высший. Помню. Грюндикaro. Да. Чёрный. Каждый день Velmin. Лиза Тобай к... По дсв